Доброе время суток! Всем привет в новых буднях нового года! Всем здрасте, кто где подключается, на каких часовых поясах и широтах. Всем привет на инстаграме, привет всем тем, кто подключается на фейсбуке, ну и, конечно, всем здрасте, кто уже подключился к нашему колхозному зуму. Напомню, что если вы в полном шоке от того, куда вы попали и что вы здесь делаете, то вы попали на ежедневный урок по законам благосостояния, естественно, этот урок не проходит, шаббские праздники, урок, который мы начали с начала карантина, достаточно много времени назад, но я не имею никакого представления, карантин продолжается или нет, не слежу за политикой, но мы с вами учимся, Тора продолжается, учимся по этой замечательной книге «Шулхана Рука Кацар», Второй ее том полностью посвящен законам благословения. И в основном, так как я чуть-чуть напомню, о чем идет речь, так как у нас был значительный перерыв благодаря катарсису осенних праздников Симхастар, который был в этот викенд, и мы возобновляем с понедельника. В основном благословения, которые мы обсуждаем, кроме первой части, которая говорила вообще-то об общей классификации благословений, это брахота на эмин, благословения на получение удовольствия, которые в свою очередь делятся на три категории – еда, питье и запахи, ну и всякие там разные благословения, которые мы, в общем-то, относим к запахам, но так или иначе на всякие получения удовольствия. Хотя не только удовольствия, мы, как мы с вами упоминали это, но будем говорить и в дальнейшем, а также мы говорим благословения не на очень хорошие новости, как мы, да, говорим благословения на хорошие новости, бывает, что мы и говорим не на хорошие, но об этом мы поговорим позже. Сегодня мы обсудим очень странный момент с Божьей помощью, где нам нужно будет сказать сразу два одновременно благословения на хорошие и не очень хорошие новости. И мы с вами занимаемся разделом, уже последним разделом этой книги, мы, да, да, молодцы, мы подходим к ее концу всей книги, всех законов благословения, занимаемся законами разных благословений. Почему разные? Потому что их нельзя определить в одну категорию. Это и благословение на запах, о котором мы с вами обсуждали, и благословение Шейхиану, типа, что дожили, в прямом смысле слова перевод на течение благословения, на хорошие новости, на плохие новости, благословение на избавление от опасности, филосадера, их нельзя объединить в одну какую-то категорию, поэтому мы говорим разные благословения. И мы сейчас с вами конкретно занимаемся второй главой, которая посвящена благословению Шейхиану, но тут уже, опять же, сложность ее классификации, потому что эта глава Шейхиану, вторая ее часть, сразу говорит об еще одном благословении, которое мы обсуждали раньше. Это благословение о том, что если литературно перевести, то лучшее не враг хорошему, как обычно говорится в подговорке. Нет, когда что-то очень хорошее случается, лучше, чем у нас есть сейчас, а написано «ми ашир сасамэ бэхилко», кто такой богатый человек, тот, который доволен тем, что у него есть, но если случается что-то еще лучшее, то мы на это да говорим благословение, чтобы лучшее не становилось врагом хорошему, а был не врагом, а другом. Так вот, мы это благословение с вами раньше обсуждали по поводу благословения на вино, что если вы сидите за столом с друзьями, близкими и так далее, и после этого выпили одну бутылочку, точнее, еще не допили, и вам хочется выпить еще хорошего вина, то, принося вторую бутылку, только если вы пьете еще с кем-то, вы говорите на это благословение. Так вот, один из основных критерий этого благословения, которое мы обсуждали в плане вина, это то, что оно должно быть обязательно shared, обязательно с кем-то. Это очень важный социальный момент вообще во всем в иудаизме, что я неоднократно подчеркиваю. Так вот, по своей природе это благословение в чем-то схоже с благословением шейхиана. Только мы с вами, как уже объясняли в начале этой главы, благословение шейхиана мы говорим на какое-то удовольствие, на новую какую-то вещь и так далее, в которых мы лично получаем от него удовольствие, это мое собственное удовольствие, а благословение от ОБМТ мы говорим, когда мы с этим делимся. Как, например, если мы покупаем или получаем подарок новый дом и бежаем туда всей семьей, мы говорим от ОБМТ. Но если это мое личное, я купил себе шубу, как мы с вами обсуждали на прошлом уроке, то на это говорится шейхиан. Но раз мы уже упомянули об одежде, мы на прошлом уроке говорили с вами о различных других благословениях на одежду, которые есть в вашем замечательном седуне. Да, да, не нужно обвинять раввина, как нет, кто делает, что придумывает благословение на этих уроках, которые в седуне есть. Это благословение есть. Они у вас приводятся в благословениях, утренних благословениях, с которых хорошо бы начинать день. Так вот тут есть обсловения на новую одежду, есть на новый ремень, на новую шляпу или какой-то другой голодной убор. Они просто созвучны по теме, да, то есть молби шарумим, одевающих ноги, опоясывающий еврейский народ силой, славой, и увенчающий еврейский народ славой, да, мужеством и славой. Короче, это слова, это благословения, которые, они так или иначе распространяются на одежду. Почему-то важно сказать, потому что, как мы с вами говорили на прошлом уроке, сегодня мы, слава богу, не живем в том мире, когда какая-то одежда, которую мы покупаем, когда-то, вау, вот мы всю жизнь жили и, наконец-то, заработали на одно китайское пальто. Нет, сегодня, слава богу, мир другой, сегодня одежды у каждого столько, что нужно еще целые сториджи отдельно снимать, что надо это все на зиму или на лето скидывать. Это, к сожалению, эффект нашей культуры, консумеризма, в котором мы живем. Поэтому мы не говорим это о благословении на одежду. На одежду говорится о благословении шейхьяну, только в том случае, что это действительно что-то, что ты покупаешь раз в жизни. Поэтому Алтарабы конкретно пишет о шубе. Шубу ты покупаешь не каждый год, скажем так, хотя, опять же, кто знает, с кем мы имеем дело. Так вот, для того, чтобы все равно подчеркнуть, что новая одежда для тебя важна, поэтому утром, перед тем, как ты говоришь эти благословения, утреннее благословение, вот тогда стоит одеть новую рубашку, новые штаны, новое платье, новую шляпу, новый ремень. И когда ты говоришь вот эти благословения, утреннее благословение касательно одежды, ты просто имеешь в виду эту одежду, которую ты одел. Это то, что касается одежды, но мы с вами перейдем дальше, и теперь будем говорить о новостях. Хорошие новости, я чуть-чуть буквально, потому что у нас был достаточный перерыв после уроков, вернусь на один параграф, чтобы, так сказать, начать весь этот, всю эту тему с самого начала благословения на хорошие новости, которые мы услышали, получили, ваш кандидат в президенты победил или наоборот чужой кандидат проиграл, хотя они хорошие новости по отношению к кому-то другому не говорили благословения, а только то, что касается нас. Итак, давайте читать и переводить. Если ты услышал хорошие новости, которые действительно тебе доставляют радость, или это удовольствие, которое ты лично получаешь, что, допустим, касается твоих родителей, твоего учителя, твоих учителей или твоего близкого друга, там, увидел близкого друга, кого с кем-то, вот лично для тебя произошло что-то хорошего, или это общее хорошее событие, например, победил ваш кандидат в президенты, или, дай бог, мэр, в ближайшем будущем, через год дожить бы, да, то мы говорим о ТОБе о мэйтихе. Неважно, какое это событие, касается тебя лично или касается никого другого, но если это событие, о котором идёт сообщение, естественно, его знает больше, чем один человек. Соответственно, мы говорим о благословении о ТОБе о мэйтихе. Напоминаю, благословение на хорошие новости о ТОБе о мэйтихе. Это когда социальная новость хорошая, а если это что-то личное, мы сейчас скажем, это «Шейхьян». А если это лично касается тебя, никто больше не знает. Вот чисто для тебя это хорошо, и ни с кем другим, если ты поделишься, никому не будет такой же радости, как тебе, тогда говорится «Шейхьян». Здесь даже не приводится пример. Мы живем в очень социальное время, и сегодня любая новость, которая на нас достигает, она тут же уже на социал-мидиа, в Инстаграме, в Фейсбуке. Поэтому это действительно хороший вопрос. Если вы на Фейсбуке видите хорошую новость по отношению к кому-то другому, действительно, нужно ли говорить «Шейхьян». Но давайте я немножко об этом задержусь. Это, конечно, очень интересная тема для разговора, и она не подходит по формату одного короткого полчасового урока, который у нас проходит по законам благословений. Но действительно, если мы говорим о событии, которые приятны для тебя, приятны для других, не важно, у твоего брата родился ребенок, и ты мне, как в старые добрые времена, твой брат тебе об этом лично сообщил, а ты, естественно, узнаешь об этом из Инстаграма или из Фейсбука. Увидев эту новость, должен ли ты говорить благословение? Честно говоря, я думаю, это мое личное мнение, не буду вдаваться в подробности, потому что наверняка у этого есть уже много современного законодательства, я обязательно проверю и дам знать всем нашим слушателям, как и на Инстаграм, на Фейсбуке и в нашем колхозном Зуме, но мне кажется, что доброе событие, касающееся твоих близких, на которое, да, нужно говорить благословение Шихьяну, это именно тогда, когда они тебе это сообщают. Потому что в тот момент, что это становится достоянием общества на Инстаграме и на Фейсбуке, это перестает быть таким уникальным хорошим событием лично для тебя, которое касается твоих близких. Это своего рода похоже, по крайней мере, когда ваш, сразу подумал о таком примере, ваш покорный слуга, когда служил в израильской армии, в разведке, то был там курс, который проводил о том, как определяется уровень секретности. То есть он определяется по уровню заинтересованности и доступности информации. Вот если эта информация доступна для маленького узкого круга, неважно, в ее заинтересованности или нет, я хочу сразу почувствовать, что секретность никак не определяется в заинтересованности широких масс, то тогда это более высокий уровень секретности, потому что доступ для более узкого количества людей, ну и она, конечно, более ценная для этого узкого круга. Поэтому я думаю, что это благословение на хорошие новости нужно говорить в том случае, если конкретно вам сообщать. На Инстаграм я не думаю, что нужно, или даже на Фейсбук говорить это благословение. Продолжим дальше. Если ты увидел что-то хорошее своими собственными глазами, там проходил мимо новости и так далее, но ты говоришь Шейхиану, если вы вместе с кем-то увидели, не то, что это событие, оно доступно, известно кому-то другому, а вот момент испытания радости, он вместе еще с кем-то, в тот момент, что вы увидели, тогда говорят, готовы омыть. Если ты сам увидел, то тогда Шейхиану, это как раз касается ситуации с социал-медиа, когда ты сам что-то увидел, а не только то, что ты доступу для широкой общественности, если это действительно такая новость, то тогда говорят Шейхиану. Если ты с женой сидел, смотрел Фейсбук и увидел хорошие новости, то тогда нужно стать готовы омыть. Я хочу еще раз подчеркнуть, потому что мы говорили в самом начале всех этих законов, ну вот начиная с Шейхиана, на добрые новости, на избавление от опасности и так далее, у подобных заблагословений не может быть абсолютно общего четкого критерия. Почему? Потому что здесь везде нужно использовать здравый смысл, и поэтому вопросы крови, но вы говорите, Рэбби, а вот то, что мне, я не знаю, я выиграл в шахматы, мне нужно на это говорить благословение Шейхиану. Я не знаю, насколько это доставляет вам удовольствие, я не могу ответить на этот вопрос. Поэтому, дамы и господа, используйте свой здравый смысл. Он очень, крайне, здравый смысл крайне важен в еврейском мировоззрении, в его взрослении, в иудаизме и в законодательстве. Поэтому точно так же здесь в данных благословениях это вопрос здравого смысла, или вы действительно для вас такая радостная новость, которая достойна благословения с упоминанием. Всевышний. Если она лично ваша, то тогда Шейхиану, если еще с кем-то, то тогда АТОБАМУЦИМ. Дальше, следующий закон. АМУЦИМУЦИЯМУЮРАК АТОБАМУЦИМ. Если нашел что-то, это отдельная тема для разговора, что законы нахождения, что нужно возвращаться отдельно, важная заповедь Шавата Вита, возвращение утерянного. И поэтому даже если вы что-то нашли, то если есть какие-то признаки, что это кому-то принадлежит, вы должны объявить, что вы вернете при предоставлении доказательств и так далее, но если никто не откликается, не будем сейчас даваться этим подробностям, потому что это действительно тема для отдельного разговора, но нашли что-то, что доставляет нам вау, о суперудовольствие, нужно говорить благосостояние АТОБАМУЮТИМ. ВАМАРВИЯ ХРЕВА ГАТОЛЬНО. Тот, кто заработал много денег, ВАЙОРЭШИ РУШАК ДУЛА, или унаследовал много, ВАНУТЕЛЬ НА ДУНЯ, или получил большое предание, МОЙРЭШИЙХИЯНО, говорит ШЕЙХИЯНО. То есть на находку, опять же, не будем даваться в подробностях, почему так или иначе, или иначе, на находку мы говорим АТОБАМУЮТИМ, на то, что мы заработали, получили в подарок, наследство и так далее, на это говорится ШЕЙХИЯНО. Опять же, идет речь о чем-то, что конкретно меняет вашу жизнь. Это не просто вам перешел по наследству Партига. Ну, я не знаю, кому как, но это должно быть действительно что-то мейджор, то, что меняет вашу жизнь, и на это говорится благосостояние ШЕЙХИЯНО. На находку, как я сказал, говорится АТОБАМУЮТИМ. Опять же, дамы и господа, очень важно использовать ДРАВЫЙ СМЫСЛ, он очень помогает благосостоянии. Здесь, сейчас хочу коснуться, точнее, не я, просто про списание, несколько интересных законов. Иногда сложно для простого, неэмоционального нашего восприятия, но здесь в очередной раз говорится о том, что мудрецы в первую очередь занимались не тем, что заботились о наших с вами чувствах, а определяли законодательство даже тогда, когда наши чувства затронуты. То есть не важно, что ты чувствуешь, ты офенден или не офенден, а важно, как правильно сделать. Итак, когда рождается сын, мы говорим не шейхиану, мы говорим АТОБАМУЮТИМ. И это нужно говорить, как только ты узнал, что у тебя родился сын. То есть понятно, для мамы, которая рожает сына, это моментальный момент, то есть она знает, что за сын есть даже такая традиция, что когда мама видит, как такового ребенка, или берет его на руки, то тогда она говорит благосостояние АТОБАМУЮТИМ. А отец, если не присутствует во время рода своей жены в операционной, или в комнате, где рожает, то в тот момент, что ему сообщили, что у вас сын, он должен сказать благословение АТОБАМУЮТИМ. А если увидит, да, отец, допустим, в командировке, да, то есть увидит, если увидит его не сразу, то есть не сразу узнает о том, что у него родился сын, а увидит его через 30 дней, то тогда не нужно говорить шейхьян. Да, мы говорим о законодательстве, которое касается времени, когда люди уезжали на какие-то деловые поездки и могли по полгода не находиться дома, и доходили до них новости там, или они возвращались, узнавали, что у них родился ребенок, но видели его, когда ребенку уже полгода. Киквар Бирех АТОБАМУЮТИМ, что если ему сообщили до того, так уже сказал благословение АТОБАМУЮТИМ, объясняю, о чем идет речь. Идет речь о том, что если отец узнал, что у него родился сын, но не находится там, получил телеграмму, имейл, ватсап, то если он должен в тот момент, что узнал сказать АТОБАМУЮТИМ, мама, понятно, в первый момент рождения, говорит АТОБАМУЮТИМ, но если его потом увидят в первый раз, на то, что увидел в первый раз, он не говорит АТОБАМУЮТИМ, потому что он же выполнил обязанность благословить, тем, что сказал, когда узнал о рождении сына АТОБАМУЮТИМ. То есть если уже сказал, но не видел сына, то потом, когда увидел, Шейхиану говорить не нужно. ВАЛАБАТ МИБАРХИМ АОРИМ ШЕЙХИЯНУ КШИРЭУ ВАЯНУ ВИСМУХУ БАРАВТА АВАЛЬНУЧМА ЭНМИБАРХИМ. А на дочку, да, говорят Шейхиану, не АТОБАМУЮТИМ, но только тогда, когда увидят. То есть если отец просто получил сообщение, что у него родилась дочка, он не говорит благословение. Но в тот момент, что они увидели, говорят благословение на дочку. Так вот, с дочкой всё очень интересно. На дочку не говорят АТОБАМУЮТИМ на рождение, но всё то время, есть даже псак, который говорит, что всё то время, что ты видишь дочку, и она доставляет тебе удовольствие. Если ты её не видел 30 дней, ты можешь говорить Шейхиану. То есть на дочку мы благословляем побольше, казалось бы, меньше, чем на сына. Потому что на сына сразу, как только услышали, нужно сказать АТОБАМУЮТИМ, но дочку всё то время, что она доставляет тебе удовольствие, хотя бы первый раз ты её увидел, то именно тогда, когда увидел, он узнал, что она делась, нужно сказать о благословении Шейхиану и папе, и маме в тот момент, когда первый раз видят. Даже если не видели, не благословили сразу, но всё то время, что дочь доставляет тебе удовольствие, приятно на неё посмотреть, и ты счастливый папа или мама дочери, ты можешь сказать о благословении Шейхиану. Но тут я хотел коснуться одного очень странного и сложного момента. Если, не дай Бог, ни про кого не будет сказано, что делать, если мать умирает при родах? Дело в том, что если мать умирает при родах, мы, когда умирает близкий человек, мы говорим благословение, если просто услышали плохие новости, это Божа имени Всевышнего, если это непосредственно родственники, тем более, и не дай Бог, ни про кого не будет сказано, жена, мать, ребёнка, умирает при родах, отец обязан муж. У неужедшей женщины должен сказать Бару Таяна Эмэ, благословение на плохие новости. Но одновременно, если рождается ребёнок, то нужно сказать благословение и на хорошие новости. Тут возникает вопрос, может ли отец сказать благословение на хорошие новости о рождении ребёнка, если ему нужно сказать благословение на смерть его жены. И наше законодательство постановляет, что сначала нужно благословить на рождение ребёнка, а потом нужно сказать на смерть. Не дай бог, ни про кого не будет сказано матери ребёнка. При этом, неважно, это рождается дочка или сын, мы всё равно говорим шейхьяном, потому что мы не говорим о Тобе Амэйтиф. Если вы помните, это наш сын, а мы говорим о Тобе Амэйтиф, если папа с мамой узнали, но папы с мамой теперь нет. Есть только папа, поэтому папа не делит свою радость со своей женой и поэтому говорит только шейхьяном. Но при этом одновременно должен ещё и сказать благословение Барухдая Наймэд на смерть своей жены. Не дай бог, ни про кого не будет сказано. Дай бог, чтобы у всех были здоровые дети, жёны и женщины рожали, поев варенье из отрогов, были лёгкие для рода, да всем, кому это понадобится, должен помощь в этом году. Но подчёркиваю ещё раз, что мы сначала, если не дай бог плохие новости, то говорится два благословения, одновременно и хорошие, и плохие новости, и шейхьяну, и дайан Гэмэд. Продолжим дальше, чуть ещё по тексту, чтобы не заканчивать на такой минорной ноте, и поговорим о хорошем. Становили наши мудрецы, говорили благословению шейхьяну на радость в выполнении заповедей, которые приходят от времени к времени, и они не постоянно. Что значит от времени к времени? Имеется в виду раз в году. Я думаю, что все знают, о чём идёт речь, что когда мы выполняем какую-то заповедь раз в году, мы договорим на неё шейхьяну. Да, мы не говорим шейхьяну отдельно на суху, мы поговорим сейчас об этом тоже, как это делается, жалко, что мне не... Мы только сейчас, прямо по окончанию праздника сухоты изучаем этот закон. Но основное правило, та заповедь, которая приходит раз в году, именно обозначена она по расписанию раз в году, мы говорим на это благословение шейхьяну. Бехен альбинян суха, бехен мацава арбаку сот, и точно так же, когда мы строим суху, и когда мы кушаем мацу, и пьём четыре бокала вина в Пейсак, элэши сомхима шейхьяну и бархима мое. Но мы полагаемся на то благословение шейхьяну, что мы дожили, которое мы благословим на празднике. О чём идёт речь? Когда мы не говорим... Давайте возьмём наглядный пример с мацой. Если вы помните, на мацу мы говорим только два благословения. Мы говорим благословение и благословение на получение удовольствия от хлеба, и благословение уже на заповедь, другая категория, на то, что мы кушаем мацу. Мацу, бесспорно, мы кушаем только раз в году. У нас есть обязанность кушать раз в году, и даже тот человек, который хрустит мацой целый год, за месяц до праздника, должен прекращать кушать мацу. И мы обязаны на мацу сказать обязательно шейхиану. Но мы говорим это шейхиану, который, имея в виду и кушать мацу, и пить четыре бокала вина в пасхальном сейдере, когда мы пьём первый бокал, когда мы делаем кедуш. Во время кедуша, во все праздники, мы, кроме одного последних дней пресиха, мы говорим благословение шейхиану. Точно так же мы делаем это на Крошшана, на Суккот, на Симхатура, то, что мы делаем сейчас. И поэтому заповеди, которые относятся к этим праздникам, мы, как, например, то же самое, сидеть в суке, строиться в суке, мы говорим шейхиану в кедуша. Но то, что не относится к трапезе, где на кедуш мы не можем сказать шейхиану выполнить обязанность благословить на эти заповеди, которые у нас в основном связаны с ням-ням, это кушать в суке, это пить четыре бокала вина и кушать мацу, мы на них говорим благословение шейхиану отдельно. Например, слушать звуки шафара, когда мы зажигаем хануккальность вечер, когда мы читаем свиток эстер, мы говорим благословение шейхиану. Причем я хочу упомянуть, что свиток эстер первый день, когда ночью, вечером, мы читаем шейхиану, мы читаем шейхиану, имея в виду свиток эстер. На второй день, когда мы уже читали свиток эстер, и не нужно говорить второй раз, но все равно во время чтения свитка эстер мы говорим это благословение, Просто потому, что так удобно. Этим благословением мы имеем в виду подарки бедным и подарки друг другу. Потому что очень сложно на них сказать благословение, потому что мы их много дарим, иногда много одновременно. Поэтому, когда мы читаем свиток Эстер, мы говорим это благословение. И поэтому принято сразу после окончания свитка Эстер утром дарить друг другу подарки. Потому что это только что сказал на это Шейхьяна. Это касается всех заповедей, которые мы выполняем раз в году. Как я скажу, как мы уже сказали, и свеч-кануки и так далее. У нас есть заповеди, которые мы выполняем даже реже, чем раз в году, но они, которые мы не говорим напрямую в Шахиану, но там тоже есть варианты. Об этом мы поговорим с Божьей помощью завтра на новом уроке. Всех поздравляю с новогодними буднями. Мы въезжаем с вами в новый 1781 год по окончанию марафона праздников. Опять же, со словами Торы. Это реально круто. Мы с вами молодцы. Так, держайте продолжать. Всем спасибо. На этом мы сегодня остановимся. Всем пока. Кто был на Инстаграме, если есть вопросы, присылайте в личку. Буду рад ответить. Все, кто были на Фейсбуке, делайте то же самое. Можете писать комментарии к этому видео. Делиться, если вам было интересно, неинтересно. Присылайте обязательно вопросы. Буду очень рад.